Спасибо, Татьяна. Добрый день, коллеги. Поздравляю вас с первым днём последнего зимнего месяца. Ну и надеюсь, я вам не испорчу этот день. Сегодня занятие относится к циклу работы с нашими собственными продуктами, с нашими внутренними разработками, внутренними политиками. Но я был бы не я, если бы не начал это всё с очень далёкой перспективы, если бы не удобрил таким основательно-философской преамбулой. Поэтому кто пришёл посмотреть чисто практически на наши инструменты и возможности, и кому неинтересны вот эти разговоры переливания из пустого порожня, те могут свободно уйти на полчаса и погулять. Ну и наоборот, кому интересны такие рассуждения, вот здесь будет не только показ мастер-класса наших инструментов по онлайн-образованию, но и прежде всего такая вот исследование, подоплёки всего этого процесса. И я, когда работал над вебинаром, в общем-то, сам убедился, насколько вот серьёзная такая тема, которая сегодня звучит. И вообще мне кажется, что суть процессов современного развития образования как раз и происходит в неком соревновании между оффлайн и онлайн-формами. И как раз начиная с ковида колоссальный прыжок совершён. Сейчас немножко успокоился, но процесс не остановился. И процесс этот имеет очень глубокие корни. По сути дела идёт схватка между традиционным образованием, именно в всех понятиях, в которых мы его знаем и изучали. И цифровым образованием, о котором мы сегодня пока ещё можем только как-то гадать и предугадывать. И вот в этом переходе, на мой взгляд, плюсы онлайн-курсов, СДО, вот это то, о чём всё время говорится, удалённость, дешевизна, удобство, вообще ни при чём. Речь о том, что идёт смена форматов, точнее практик и даже концепции жизнеустройств. И вот именно с этой точки зрения совершенно новое значение мы можем открыть в этом нашем переходе. Ну, во-первых, что мы имеем сегодня? СДО, дистанционное образование, они уже развиваются, наверное, два десятка лет вместе с сильными компьютерами. Но основной прыжок, как я сказал, COVID-19, когда удалённый формат работы стал общеупотребимой практикой. Подчёркиваю, здесь речь и отталкиваться стоит не от обучения, а именно от труда, от работы. Потому что форма труда – это основа производительных сил и меняет производственные отношения. По Марксу, да, мы с вами помним, меняется базис общества, и поэтому меняется надстройка. Вот отсюда и будем из основных социологических понятий плясать дальше. И вот цифровые практики, о которых мы с вами часто ведём речь, это и есть формы новой цивилизации, в которой изменяется весь жизненный уклад, наши базовые цивилизационные и когнитивные категории, которые меняют незаметно из-под воли всё вокруг нас и, главное, внутри нас. И вот исходя из такого вот задела, обратимся к вам, что при этом происходит, тоже в самом таком чистом социально-философском аспекте. Обратимся к понятию пространства и времени, с чего всё и начинается. Пространство, вспомним Канта, это форма организации чувственных данных. Мы, как говорил Кант, мыслим пространственно и по-другому не можем. И протяжённость, это вот некий когнитивный порядок, которым мы упорядочим действительность. Так строится наше сознание, а не только внешний мир. Но пространство также, это и форма комьюнити, и общество. То есть в социальном, пространство в своём социальном смысле. Человек должен быть субъектом, но он не может существовать отдельно от других. Только в условиях общества, только в условиях комьюнити. И это вот пространство, оно тоже безусловно. Всегда кто-то должен быть рядом. И мы организовываем свою общественность всегда пространственно. То есть у комьюнити всегда есть территориальные границы. Деревня, город, государство. И мы очень чётко понимаем эту локальность. То есть все наши социальные практики, они пространственные, они локализованы. Офис, завод, корпорация всегда имеют своё место. Это локальности. И любой коллективный или производственный организм, он локальный. Ну, например, завод, как коллективный организм. И давайте возьмём завод и будем держать его в уме, потому что это базовая форма индустриального общества. Как всё производится, где мы, ну или где основная модель, как работают люди в нашем обществе. Что с ней потом будет, что с ней происходит. А что такое расщепление вот такого единого организма, как завод, например? Ну, это могут быть филиалы, распределённая производственная цепочка по разным местам. И здесь уже мы видим существенную смену пространственной конфигурации, распределённую локальность. Переход в цепь, в сеть, смены концепции, но, в общем-то, не настолько радикальны. И если мы перейдём к самым обширным категориям, например, глобализация, которая и есть как раз теория об изменении пространственности в обществе. Здесь речь идёт не об утрате пространственности, а о её изменении, изменению конфигурации. От концентрации той же производственной, да, в виде одного места, одного завода, к цепочке, к распределённым всяким производствам, трансакциям. И то, что строилось последнее поколение глобализации, означает развитие практик в направлении гибкости и протяжённости форм коллективности. То есть, в изменении форм коллективности. А вот если мы теперь обратимся к удалённым практикам удалённого труда, то это всё-таки нечто принципиально иное. Потому что работники, сидящие в разных местах мира, это уже не единое коллективное тело. Когда я контактирую с каким-то сотрудником в Грузии, в Латинской Америке, в Дубае, или даже в Туле, это уже совсем другое, чем единый организм. И здесь пространство скорее не объединяет, а разделяет. Вот здесь есть чёткое ощущение, что мы не рядом. И вот не рядом в смысле локальности, в смысле некого понимаемого пространства. То есть, у связи между сотрудниками теряется протяжённость. Социальное пространство исчезает. Вот о чём идет речь. И давайте обратимся к нашему пониманию, базовому пониманию пространства из физики, которая нас кормит, нашу картину мира. И вот даже в физике, в теории относительности, мы знаем, что при определённых условиях, а именно когда скорость света превышает 300 км в секунду, пространство исчезает. Вот об этом мы очень мало задумываемся, а это на самом деле говорит об очень многом об условиях. И вот именно в этот момент в дверь стучится цифровая реальность. А что происходит со временем? Время – такое же безусловная категория сознания. И по канту она упорядочивает наши внутренние ощущения, нашу психику. По диамату упорядочивает, наоборот, последовательность внешних событий. Но тут бы я обратился к ещё одному очень важному философу нашего времени, Мартину Хайдеггеру, который учил о том, что время есть основа бытия, как экзистенции. Понятие дозайн, бытие здесь, присутствие. И вот как он учил, это наше ключевое ощущение, что мы здесь, мы есть дозайн. Оно соприсутствует каждой нашей мысли, как каждая секунда нашей жизни. И ещё важно теперь немножко не в отношении себя, а в отношении близкого. Потому что для социума, для коллективного тела, для человека точно так же важно и соприсутствовать другим. Он не может быть в одиночке. И по мысли другого, столь же важного философа нашего времени, Мартина Бубера, бытие – это вообще присутствие другого. То есть через другого ты постигаешь своё бытие. Так что вот насколько важное место времени отводится в современной философии. Ну а в социальном плане ещё есть один аспект. То, что время, именно его синхронность и последовательность – это основа коммуникации, основа нашей речи. Речь мыслима только во времени и именно в таком переходе. Через, по сути дела, повседневное время мы и постигаем через эту коммуникацию. И опять-таки, современная доктрина глобализации, она тоже о времени, о том, что время сжимается. Всё происходит всегда, меняется темпоральность социального времени, благодаря мобильной связи, ускорении. Сутки теперь не имеют ночи. Да, в общем, об этом всё много говорилось и говорится. В общем, время в глобализации, как и пространство, становится нелинейным, комплексным. И тем не менее, вот в нашей практике удалёнки и здесь происходит нечто совершенно иное. Ну, говоря об удалёнке, ещё используем понятие асинхронность, которое часто употребляется в этом контексте. Асинхронность удалённой коммуникации. Это означает, что время становится на грани разрыва. Мы тоже не понимаем, когда вот переход от одного до другого речевого события. Но, правда, уже письменность обозначила такой разрыв, но письменность касалась удалённость послания. Когда кто-то пишет, он примерно представляет, кому обращается, и этот вот месседж когда-то должен читатель достигнуть. А вот онлайн совершенно другую ситуацию обозначает, я бы её назвал, неопределённость соприсутствия. Мы не очень понимаем, присутствует ли наш собеседник в данный момент времени или нет. Когда он у нас услышит, как произойдёт вот это сообщение. Например, в мессенджере мы не знаем, когда нас прочитают. Мы в какой-то, в никуда, в никогда отправляем этот месседж и ждём, когда произойдёт это событие. В общем, неопределённость соприсутствия. И опять посмотрим, что происходит в природе, то есть в картине мира физики. О времени говорит второй закон термодинамики. Говорит о времени и прежде всего о необратимости времени и процессов в природе. И этим тоже законом задаются условия, границы которого существует время. Сейчас очень много как раз об этом пишется и исследуется. Интерес в науке, в области астрофизики. О ситуации, когда гравитация стремится к нулю, а время стремится к бесконечности. Вот эти все чёрные дыры, суперзвёзды, вся эта интересная ветка астрофизики. По сути дела о том, как исчезает время. Оно исчезает. И переходя к реальности другой, чем реальность природы, к цифровой реальности. И вот если мы возьмём число, то оно имеет уже совсем другую природу и свойства. Число является идеальной абстракцией, которая сама по себе изымается из пространства и времени. И вот этот момент очень интересный. Потому что в нашей научной картине мира пространство и время являются математическими моделями природы. Начиная с Ньютона. И заканчивая вот этими теориями, которые ставят границы природе, можно сказать. И вот за пределами своих условий пространство и время, то есть природа, исчезают. То есть время и пространство, они не абсолютны. Они существуют в определённом ареале природы. То есть и в научной картине мира природа, она условна. А вот число, а вот идеальность, категория идеального, оно безусловно. Оно из другой совсем оперы, так скажем, да, не из природы. И тем не менее, вот до сих пор число в нашей цивилизации имело инструментальное значение. Вот как инструмент математических моделей, как его применить. Когда Кант говорил, что науки, столько науки, сколько в ней математики, имелось в виду прежде всего такое вот значение. Совершенно другое значение оно получает в цифровой цивилизации. В цивилизации вычислительного разума, о которой мы ни разу не говорили. И вот здесь то число имеет главенствующее значение, становится точкой отсчёта. В чём это выражается? Я тоже уже на этом останавливался. Первое, что основным цивилизационным языком становится математический язык. Это языки программирования, это сам подход, двоичное кодирование сигналов. То есть основой становится самый универсальный и широкий язык, к которому могут быть сведены естественные языки. Второй момент, то что основные интеллектуальные усилия нашей цивилизации сегодня направлены на цифровизацию всех цифровых практик. Ну и третий момент, а это практически новым, то что итогом этих усилий будет развитие интеллекта, в котором естественный или искусственный интеллект лишь под виды единого целого. Вот, и обращаю ваше внимание, что не так важен искусственный интеллект, о котором говорят, потому что само понятие интеллекта, оно уже подразумевает в себе наличие искусственного интеллекта и наличие естественного интеллекта. То есть опять некие границы для нашего сознания, для нашего мышления. Продвигаемся дальше. И вот итог всего этого возникновения новой коммуникации между людьми и между носителями искусственного интеллекта. И что здесь нового? То, что удаленная коммуникация, она происходит в распадающемся, то есть неживом пространстве и времени, не в пространстве и времени природы, так скажем, в пространстве цифровой реальности. Конечно, пространство и время не исчезнет никуда, но оно будет иметь иное содержание, иной смысл. Оно будет по-другому опоследовать нашу коммуникацию, нашу социальность. И на кейсе образования мы постараемся это как раз понять. Что это за... Как преобразуется классическая модель образования? Вообще говоря, письменность, книга и учебник, они уже давно создали модель асинхронного образования. Это не нечто абсолютно новое. Но в ней книга это всего лишь элемент. Потому что самостоятельно она может служить только как самоучитель. То есть учебный процесс, вот этот треугольник, который я здесь нарисовал, он обязательно с участием учителя и ученика. В новой модели онлайн обучения педагог, в общем-то, не исключается из процесса. Но онлайн курс здесь, в этом треугольнике, он уже не является заменой книги. Потому что онлайн курс это нечто гораздо большее. Он становится самой педагогической коммуникацией, которая, соответственно, более не протекает в живом пространстве времени, а протекает вот в этом асинхронном времени цифровой реальности. Условия асинхронной и делокализованной коммуникации. Что это такое? Речь идет о том, что человек просто в этот момент как раз извлекается из пространственной временной локализации, которая есть всегда, когда есть учитель, когда есть коммуникация, когда есть контакт с человеком. Вот здесь этого нет. Исчезает ощущение соприсутствия, ощущение вот этого определенного человека рядом. И мы уже, в общем-то, постоянно имеем такую практику. Мы привыкаем к этому ненормальному состоянию. Например, в практике мессенджеров, коммуникации мессенджеров. Вы общаетесь, пишете и при этом не знаете, когда вас услышат, когда вам ответят, где это происходит, где будет дан дан ответ. То есть на какой-то момент коммуникация извлекается из пространства времени, когда вы получаете ответ и понимаете, когда это было и где снова возвращается. Потом опять и снова. То есть это вот такое вот пульсирование. И интересно, что это работает. В целом нам кажется, что ничего не меняется. Хотя вот я подчеркиваю, сущность-то очень сильно меняется. И вот тоже интересно, что социологи, когда вот только мессенджеры и все эти там программы стали внедряться в социум, они активно спорили. В частности, Энтони Гидденс, замечательный социолог британский, пишет об этом, анализируя социологию межличностных отношений. Вот в частности, социологи считали, что вот эта коммуникация через удаленные, через инструменты, мессенджеры и программы, она не может заменить базовых отношений и занять их место. Например, они сомневались, что личностная коммуникация через дейтинг-приложение возможна, что это всерьез. Но оказалось, что она действительно возможна, что вот эти приложения различного рода, от Тиндера друг к другим, она ведет к изменению всех отношений и становится такой нормальной, реальной повседневной практикой. То есть даже в любви это все работает. И все, соответственно, сферы базовой нашей коммуникации межличностной, знакомства, общения, труд, досуг, обучения, все они возможны в условиях цифровой коммуникации, вот такой практики, извлекающей нас из пространства времени. Так кто же тогда обучает нас в онлайн-курсе? Вот здесь посредником является не пространственно-временной континуум, в котором мы привыкли жить, а цифровой континуум. Что это такое? Месседж любой имеет носителя. И вот в этом случае, в цифровой коммуникации, здесь тоже есть носитель, это цифровой носитель. Мы работаем там с мессенджером, да, вот он кого-то там представляет, да, какого-то человека, доводит до нас, как медиа, его сообщение. Но он же является носителем другого начала, носителем и представителем искусственного интеллекта. И вот здесь нам важно, что моделировать онлайн-обучение нужно не исходя из традиционной модели, как делается обычно, а исходя из модели будущего и именно из модели искусственного интеллекта. Сегодня, конечно, много там о нем говорят, суют куда угодно, но все-таки наш разговор не об этом, а о том, что под искусственным интеллектом мы подразумеваем развитую цивилизацию вычислительного разума, которая строится, которая будет построена. И уже вот из этого будет, мы и исходим. И вот если рассуждать так, то есть не из старой модели, а из модели будущего предугадывать формы, то вот в цифровом онлайн-обучении и преподаватель является тоже не просто там представителем себя как личности, но неким амбассадором искусственного интеллекта, то есть представителем искусственного интеллекта. И в онлайн-обучении они все время обмениваются ликами, то есть преподаватели искусственного интеллекта играют одну роль. Ну, как происходит курс, где-то мы знаем и видим присутствие человека, и там в чате, например, ответил именно преподаватель, а в следующей фразе буквально ответил бот. И вы видите, разговор мы ведем с одним как бы преподавателем, но на самом деле за этим диалогом совершенно два разных лица кроются. И понятно, когда бот, бот в данном случае имитирует преподаватель, да, но когда преподаватель пишет в мессенджере, наоборот, он имитирует искусственный интеллект. Так что здесь кто настоящий, не поймешь. То есть мы не всегда знаем, где открывается человек, а где искусственный интеллект. И традиционная модель обучения, треугольник этот, учитель, книга, ученик, сменяется несколько иной моделью. Учитель, искусственный интеллект и учитель. Ой, и ученик. Учитель, искусственный интеллект, ученик. И здесь, конечно, есть тоже разделение труда. Педагог условно, это тот, кто создает учебный курс, руководит, контролирует. Немножко находится мнение, как на цифровом станке оператор. А вот саму работу ведет как раз и он ведет саму работу, несет содержание этого курса. И вот это вот сгенерированное содержание, оно может генерироваться динамически в любой момент. Это есть некая замена книги, которая ведет обучение. То есть в этом треугольнике, да, книга исчезает. А вместо нее ИИ предстает как некая живая книга, которая способна реагировать на процесс обучения, персонализироваться, проверять наши знания. И давайте вот вспомним интересный такой фрагмент в истории мысли критику Платоном письменности и книги. Между прочим, 4 век до нашей эры. Еще и книг не было вот в нашем виде. А вот эту критику, почитайте, она очень поучительно интересна. Вспомним, Платон там критикует то, что он не любит вот эти все летописи и стрижали. Не любит книги, потому что она учит, как будто человек очень умный. Но начнешь ей задавать вопросы, она молчит, как тупая. Вот это и есть и сегодня критика, которая вдруг нашла продолжение. И вот наша книга, которую мы получаем или получим в виде ИИ, это ожившая книга в ответ на критику Платона. Книга, которая сможет отвечать, реагировать, именно индивидуально подходить к ученику. Так что это такое интересное продолжение. Ну и в итоге, вот в этой ситуации обучения ИИ превращается и становится инфраструктурой процесса обучения, в которой педагог стоит за кадром, а обучает собственную платформу. Вот мы подходим уже к больше, более, к очертаниям того, как происходит и будет происходить ячейка вот этого процесса обучения. То есть, если исходить из модели онлайн обучения, из будущего, а не из прошлого, то задачи и очертания онлайн образования немножко корректируются. Каковы элементы инфраструктуры онлайн обучения? Ну, во-первых, содержание знаний. Да, здесь вот книга ближе всего. Это теперь может излагаться в любой форме лекционной, текстной, видео. И, соответственно, ИИ это может и без участия человека производить. При этом содержание персонализируется, адаптируется, мультимедируется. Подается совсем иначе. Второй базовый блок – контрольно-проверочный процесс. То, что раньше книга почти совсем там не умела, а вот в новой системе это как раз будет ключевой, очень важный элемент. То есть, знания преподаются в тесной связке, в единстве с проверяемостью. Неусваиваемые знания – это практически нонсенс в этой новой системе. Это вопрос только степени настройки системы. Будет ли она нас пропускать, если мы даем знания на четверку или на тройку, в зависимости от степени строгости, с которой вы ее настроите. Но она вас может вообще не пропустить, пока вы не достигнете барьера нужного ей. Третий очень важный аспект – обучение превращается в игру. Почему? Потому что игра – это размеченное смысловое пространство правил, и это естественная среда вычислительного разума. Это, по сути дела, его альмаматор. И искусственный интеллект, обучая, играет с учеником. Ну, по сути, то же самое, что и было, но в руках искусственного интеллекта процесс обучения становится немножко иным. Он становится такой вот игрой. И здесь же рядом, и это четвертый элемент – экзамен, прокторинг. То есть, настоящая проверка знаний. И недаром здесь прокторинг появляется такой аспект, что система или искусственный интеллект, она должна вообще видеть, присутствовать и не пропускать, не допускать ничего в сторону. Потому что ситуация обхода системы, попыток обхода пройти зайцем, становится тоже базовой составляющей вот этой всей среды. Ну, везде, где вычислительный разум, где компьютер, где искусственный интеллект, всегда возникает ситуация стремления обыграть, обойти искусственный интеллект. А при этом ИИ не умеет проигрывать. Он все равно выстраивает систему так, что его не обойдешь. То есть, вот игра и такая вот серьезность, да, серьезная и несерьезная, такая диалектика очень интересная, здесь вот трансформируется в некую извечную борьбу против обхода системы. И примером мы видим антиплагиат и его возрастающее значение. Это тоже всегда будет теперь элементом этой системы. Вот, в общем, систему не обойти, она все равно тебя научит и оценит, да. Конечно же, чтобы это происходило, ну и не обманывали ее, будет помогать и помогает человек. И то, как это происходит, какими семимильными шагами, насколько это вот комплексная и динамичная эволюция, показывает, например, эволюция ЕГЭ. Да, по сути дела ЕГЭ, это тоже у нас как раз механизм вычислительного разума, проверки знаний, и мы видим, в каком напряжении с традиционными практиками оно происходит. И его все время критикуют. И он действительно изменяется. Если раньше в основе лежали какие-то простые вопросы-ответы, да, то сейчас уже это такой комплексный экзамен, где практически нет просто множественных, выбора из множественных ответов, а гораздо более сложные практики. И это будет и дальше так продолжаться. Ну, а теперь, исходя вот из того, что мы должны смотреть из будущего, оценим, что мы имеем на сегодня образовательной формы и онлайн-платформы, насколько мы продвинуты. Ну, я бы сказал, что никак не продвинуты, по сути дела, где-то там на первых родовых схватках. Но есть уже очертания, да. Вот, например, MOOC, MOOC, эти онлайн-образовательные, онлайн-курсы, это наиболее продвинутая форма нового онлайн-обучения. Она уже практически весь контент и систему проверки знаний предоставляет в виде интерактивной, в виде компьютерных форм. Но она не является системой, в которой человек полноценно включен. То есть вот в этих всех MOOC существует свобода декоплинга. Человек всегда может выпасть, забыть, там перестать учиться, да, и ничего ему за это не будет. Вот в системе образования такое не может быть. Система обучения является замкнутой системой с обязательно предусмотренным репрессивным механизмом. Исключить из университета, там поставить двойку, не пройти в следующий класс, там, или курс. Это, ну, с этого вообще все начинается, можно так сказать. Поэтому это и система. Или вошел, или не вошел. Вот MOOC пока это просто некая игра. Здесь, как правило, этого нет. Но это будет. Дальше, то, что мы сегодня, очень распространенная практика, онлайн-форма обучения преподавателя. Говорящая голова, так называемая. Но это, на мой взгляд, гибридные формы. Это традиционные, ностальгические такие формы. Ну, потому что нам очень сложно без человека. Мы гораздо больше доверяем, даже если вот это видео, которое тот же человек сделал, ну, совершенно разное. Смотреть, когда он вживую сидит там где-то, и мы это соприсутствие ощущаем, вот эту нашу коммуникацию, которая вот наша родная. И совсем другое, если мы знаем, что это видео, что это он когда-то записал, и он не живой сейчас, он не соприсутствует. Вот, казалось бы, вот совсем нет разницы, да, для самого человека, во всяком случае. Вот, а мы видим, например, что за первую форму платят, и большие деньги за обучение с говорящей головой, а за обучение по видео, ну, не очень любят платить. Это гораздо тяжелее продать. Дальше. Ну, и онлайн-контент. То есть статичные, динамичные формы содержания. Сегодня они все без включения искусственного интеллекта, ну, разные там тренажеры и так далее. Вот, в общем, поскольку они без включения ИИ, то они обречены на вымирание, но это тоже промежуточные формы, там, интерактивы, в чьи, конечно, они некие этапы и шаги. И, тем не менее, последняя все-таки фаза – это интерактивные, тестовые формы, различные геймификации. Это уже вот этот интерактив, зарождающий формы будущей системы, которые будут превращаться. Вот, и что мне кажется важным для вот этой системы, которой мы вырастаем, то, что вот такой интерактивный контент не может создаваться человеком. И прошедшие 20 лет, вот наша практика, потому что мы как раз те, кто занимается онлайн-контентом, показывает о том, что вообще это очень дорого. Вы помните, очень много разговоров про интерактивные учебники было, все эти мультимедийные формы, проектов было очень много. Все это было и ушло. Это все разовое. Один вот мук его там производства стоит миллионы, миллионы. То есть это очень дорого, чтобы это стало действительно таким реальным элементом нашей образовательной следы. Потому что это создается человеком, следовательно, это и дорого, и очень негибко, и не нужно. Интерактивный контент должен создавать искусственный интеллект. Именно в смысле генеративного интеллекта. Но, конечно, в форме платформ искусственный интеллект на самом деле это платформа. И об этом мы теперь и поговорим. Значит, платформы тоже, конечно, обязательный элемент и сегодняшних форм онлайн-обучения. Это основа системы обучения, выстраивающая ее алгоритмы. Сегодня это очень бедные, отсталые платформы, статичные формы, не реагирующие на учебный процесс. Все вот, что есть, мудлы и там ЭБС, это, конечно, будет скоро прошедшим веком. А вот платформы будущего, это динамичные, контентные, интерактивные системы, не выпускающие ученика из процесса обучения. Когда все будет всерьез, вот кто будет давать удостоверение квалификации, вот будут давать эти платформы. И тогда это действительно будет всерьез. Но чтобы вот такими стать, должна смениться рамка системы образования полностью с гибридной, какой она сейчас есть, на цифровую. И это еще не скоро. В общем, сегодня мы с вами имеем некие гибриды. И, например, заочное образование, это, хотя это как бы аналог такого онлайн образования, но это гибрид и палеотив, которые воспринимают несерьезно, как ненастоящее образование. Потому что это, и сегодня, это не система, а это слабое звено системы, некий такой чужой внешний элемент. Но есть и другие знаки. Например, успех и развитие дополнительного образования. Каждый сегодня чему-то учится, там повышает квалификацию. И, как правило, это более свободные формы. И, как правило, они уже зиждутся на формах онлайна обучения. И вот этот вот стремительный рост рынка и есть признаки перехода системы на новые рельсы. Тем не менее, в нашем запасе еще пару десятилетий это все будет происходить очень постепенно и очень незаметно. К чему надо готовиться? И здесь уже я обращаюсь как бы к преподавателям, к нам как к преподавателям прошлого, преподавателям будущего. Кто не способен сегодня создавать и участвовать в гибридном обучении, того завтра не пустят в систему цифрового образования. И вот сегодняшний гибридный этап это этап отработки форм и практик образования будущего. Так что надо все время учиться. Что сегодня требуется от преподавателя? Первое, это уметь работать с цифровым контентом, с его разными видами. Уметь работать на образовательных платформах. Причем на разных образовательных платформах. Там антиплагиата, ЭБСов, пользовательских досугов, там Ютубы и все остальное. Понимать вот всю эту сущность, на которой они снижаются. Вообще понимать логику цифрового образования и содействовать ее развитию. Не полностью, не просто пользоваться, а быть включенным в это внутреннее. И наконец вообще быть амбассадором цифрового образования. То есть быть тем, кто несет его будущее внедрение. Быть пионером этого процесса. Ну тогда вот мне кажется, все при этом преподаватели при всем. Это, так сказать, преподаватель, который нас тянет в новой форме. Что делать консервативному преподавателю? Конечно, он не то, что он плохой. И вот ни в коем случае не отождествлять меня с каким-то прогрессистом. Как правило, консервативный преподаватель всегда лучше и по качеству, и по какому-то внутреннему содержанию, и мудрее, и так далее. Но это тот, который уйдет от нас. Но уйдет не сам по себе. Он составит первые ряды сопротивления. Он будет бойцом. Он будет бойкотировать. И цифровая цивилизация, она будет продвигаться через упорные сопротивления вот этих бойцов, вот этих консерваторов. И, конечно, цифровая цивилизация ждет нас как антиутопия, а не как какое-то торжество будущего счастья и рая. Итак, вот в каком процессе живет сегодня каждый преподаватель. А теперь как это в отношении к конкретным формам. Гибридным, от гибридных форм к системным. И теперь мы уже приближаемся на ту землю, на которой мы работаем. Электронная библиотечная система. Что это такое, исходя из этих положений? Это одна из гибридных образовательных платформ. При этом, конечно, она вот в сторону консерватизма. Она опирается на книжный учебный контент, на традиционную практику книжных публикаций. То есть она, конечно, первая вместе с книгой с заявкой на смерть. И, тем не менее, она тоже обречена на очень динамичные, живые процессы. И основной процесс, который будет происходить в СБС, это цифровая трансформация из книжных форм, традиционных форм, в интерактивные обучающие формы, формы будущего. Второй тип платформ, платформы дистанционного обучения е-ленинга. Но это тоже гибридные платформы. Они непосредственно отражают учебную практику. И, конечно, они более живые, в этом плане перспективны. Именно на их основе будут формироваться эти новые практики. И уже сегодня они включают интерактивный цифровой контент, проверочные практики. Но пока в них нет самого главного, что обеспечит этот, произведет этот переход, это внедрение искусственного интеллекта и формирование жестких контуров в полноценной системы обучения. Это будет очень такой серьезный, конечно, мы этот момент заметим. Потому что даже вот университеты будущего, скажем, это основные образовательные организации и ядро системы обучения, в будущем это платформы, в первую очередь. Ну а на сегодня у нас задача это интеграция ЭБС и СДО. И она заключается в перетекании традиционных форм в новые из учебника ЭБС в содержании онлайн-курса СДО. Как это будет происходить? И что значит ЭБС как гибрид? ЭБС сегодня нужна преподавателю прежде всего как путь обучения, как гибрид. И именно вот это одна из площадок, где и будет происходить трансформация формы публикации от текстовой формы в виде статьи, книги к онлайн-форме. Вот сегодня практически не существует онлайн-формы и не существует даже вот понимания публикации в виде онлайн-формы. Под публикацией мы всегда понимаем прежде всего текстовую форму, как написать статью там, как опубликовать книгу. Вот эту практику нам и придется переделать. И сегодня практически никто, преподаватель, не умеет формировать онлайн-курс. Он не владеет способами публикации онлайн-контента. Вот эти две ключевые компетенции, которые отсутствуют, которые обязательно должны быть созданы. Поэтому путь преподавателя это обучение тому, как встроиться в цифровую парадигму, как научиться создавать онлайн-формы, как участвовать в новом процессе. И здесь мы будем вам в этом помогать. А на выходе онлайн-формы должны стать базовыми формами научной публикации. Соответственно, и издательства тоже должны трансформировать формы своего выпуска и предоставлять услугу публикации не текстового формата, а онлайн-формата. На этом пути будет много промежуточных ступеней и форм. Но то, насколько мы далеки сегодня еще от этого, говорит о том, что сегодня научные публикации это вообще PDF. Тоже гибридная форма, но ясно, что это абсолютно не форма будущего. Это пока такой ретроградный остаток прошлого. Или печатный журнал, которых уже сегодня многих нет в печатном виде. Это тоже гибрид, но тот гибрид, который нежизнеспособен. Как стать цифровым преподавателем? Каков путь? Ну, и с помощью нас тоже, в нашу ЭБС. Ну, первое, это работа с цифровыми сервисами. Использование IT-инструментов, причем такое развитое, продуктивное, эффективное использование. Там поиск, работа с статистикой, вообще работа с информацией, цитированием и так далее. Второе, это создание онлайн-курсов с помощью ЭБС. Далеко не все это делают, но этому надо учиться, потому что это вот практика, другой практики в будущем просто не будет. Персонализация работы со студентами. Ну, это практически тоже использование IT-инструментов, но и это тоже совершенно иные формы. Ну, и, наконец, обучение работы в SD-LO, например, в Moodle, опять-таки, усвоение практик будущего. В общем, ну, чем пользоваться, вполне понятно, да, надо здесь набивать, что называется, руб. Вот. Это вы можете делать в своих университетских средах, это можно делать и у нас, например, в SD-LO Moodle, в нашей экосистеме университетской библиотеки онлайн. У нас это называется электронные курсы ЭБС университетской библиотеки онлайн. Ну, и дальше, переходя уже к мастер-классу, к практикам, буду пользоваться ей на нашей, нашим элементом, нашей платформы Moodle. Вот эта страничка в разделе сервиса, вы ее можете найти. И напоминаю, что этот проект у нас совершенно бесплатный. Любой преподаватель может зайти, зарегистрироваться, создавать там курс и везти туда студентов. Конечно, особенно удобно это тем, кто подписан к нашей ЭБС, но, в общем, это свободный такой продукт. И вот для этой интеграции мы создали уникальный сервис, называется песочница контента, генератор интерактивного контента, и сразу скажу, что это абсолютное ноу-хау, очень уникальная разработка и сложная, и интересная, и, как я вот, всей моей речи следует, претендует на то, чтобы быть как раз таким мостиком от традиционных практик к практикам будущего. Что здесь важно учесть? Еще раз подчеркну, что я уже произнес. преподаватель не может и не должен создавать элементы новой цифровой среды, потому что она очень сложная. Чтобы она была интересной, это нельзя делать, и не стоит делать на коленке. Это тоже должны быть индустриальные форматы, форматы, чем раньше занимались издательствами. Если издать текст, что, в принципе, очень просто, но этим почему-то занимается издательство, и тут очень много всяких там стандартов, требований, и профессионализма требуется, то почему для создания интерактивов можно считать, что это можно сделать на коленке, человек, который этому профессионально не учился, там, где, как правило, вообще коллективы могут только над этим работать, но все равно, что создавать фильм голливудский, художественный. Можно одному человеку создать, создают фильм, любой телефон может вам создать технически такой фильм, но это не тот фильм, который выходит из Голливуда, согласитесь. В общем, мультимедийные интерактивные элементы очень сложны и дорогостоящие, их должен создавать не преподаватель, а профессиональные разработчики, но преподаватель должен уметь использовать готовые элементы и юниты и компоновать их в свой курс. Вот это уже его сфера применения. Площадкой для создания онлайн-курсов является СДО, вот, например, Moodle, и тут уже тоже никого этим не удивишь, все более-менее там знают и пользуются. Площадкой получения профессионального контента являются ЭБС и сайты интернет, поисковики. Вот сегодня, как правило, используется интернет для этих вещей, но опять же это все-таки в большинстве своем абсолютно неподготовленные формы, это опять-таки временные палеотивные решения. И здесь очередь за издательствами, которые должны создать такой рынок интерактивного обучающего контента в товарной форме, которую можно использовать в учебном процессе. На сегодня тоже здесь очень непрозрачная ситуация, даже сложно показать примеры, кто создает такой контент. В десятых годах довольно много всяких зоров и воров создавалось, существовали издательства, как физикон и другие, как правило, это было на дисках, вот как исчезли диски, то исчезла и такая форма. Да, существует интерактивный обучающий контент, но вот товарной формы пока нет, честно говоря. Это все нужно создавать. Поэтому пока создатели онлайн курсов пользуются интернетом, как ресурсного базы, учебного контента, простыми поисковиками, ну и что тут можно сказать? Конечно, это не тот источник, где можно ожидать чего-то профессионального и качественного. Вот, например, вам скриншот подобного контента, разного рода картинки, скриншоты с рекламой, в этом надо риться, что-то там извлекать, где-то получается, где-то нет. нет. В общем, это непроверенная информация, во-первых, по полной фейков, неоформленная база и никем неудостоверенная мусорка. Из этого, конечно, можно создавать онлайн-курсы, но это не те онлайн-курсы, на которых будет зиждаться система образования будущего. Здесь есть, конечно, плюс. То есть плюс в том, что есть все, что всегда что-то можно найти, что делать на коленке. Ну, и вот рядом вместо этого мы предлагаем другой, более профессиональный источник электронной библиотечной системы. Каков плюс здесь проверенная информация, структурированная информация и авторизованная информация издательствами, государствами, университетами. То есть здесь источник ее понятен. Есть, конечно, существенные минусы. Нет многого, да, вот там есть все, здесь нет многого. И, в общем-то, пока в электронных библиотеках практически вообще нет ничего интерактивного, что можно переносить в свои онлайн-курсы. Вот над этим мы работаем и песочница это один из первых инструментов, которые ликвидируют эту брешь. Как работать с песочницей? Ну, во-первых, найдите ее в сервисах. Песочница предоставляется только по учетке преподавателя. Вот, сервисы песочницы. Переходите на страничку здесь вашей подборки песочниц, информация, как этим пользоваться, возможность делать настройки, получать статистику использования вашего контента интерактивного. Как создать подборку? Ну, вот, нажимая на кнопочку, даете ей название, даете домены, на которых куда будет экспортироваться контент и набираете сами объекты. Вот, и, да, я не сказал все-таки то важная суть, что при этом происходит. Передача лицензионного контента. На сегодня лицензионный контент получается на определенную платформу в определенном виде, ну, в частности, на нашу ЭБС. и любое использование на другой платформе, скажем, если вы берете из интернет поиска, объект авторский, да, или еще откуда-то, и помещаете на свой онлайн-курс на свою платформу, вы уже нарушитель авторского права, к вам скоро придут. вот, эту ситуацию мы и изменяем, мы даем вам лицензирование, то есть, дорожку правовую, правомерную, вы задаете свой домен, и тот контент, который вы забираете у нас, он такой же лицензионный, как и на нашей платформе, на нашем домене, все, с вас взятки гладкие, в общем, задаете свой домен, ну, и дальше набираете объекты, которые вам интересны, объектами может быть сегодня практически все, что есть на нашей платформе, начиная от книг, глав, статей, и заканчивая всякими там картами, иллюстрациями, и даже тестами. Практически везде наша платформа оснащена таким, этой возможностью, да, выбрать, ну, например, поиск, да, через поиск, выбираете действия, видите, здесь добавить в песочницу, да, добавляете в песочницу, если вы находитесь на странице книги, то тоже есть действие поместить в песочницу, добавляете в песочницу, то есть в эту песочницу можно собирать свои коллекции интерактивных объектов, которые вы потом используете в своем онлайн курсе. И вот как это вы, ну, еще вот такой значок, да, тоже добавление, если вы видите вот этот значок с кастрюлькой, вот, то вы этот объект можете тоже сразу добавить, значит, вот, например, карта перед вами, да, нажимаете на значок, появляется окно добавить песочницу, выбираете или создаете свой, ну, свою подборку в песочнице для размещения и добавляете. Объект успешно добавлен в подборку. так что, вот это вот окошко в личном кабинете, это и есть, собственно, песочница в своем исходном значении, но вы можете действовать и сразу из вашей LMS контактируясь с нашей ЭБС. Это происходит с помощью кода вставки. Код вставки обозначается вот таким значком, да, типа программный элемент, и если вы нажимаете на объект, вот, на этот значок, то получаете три возможных кода. Первая ссылочка, это, если вы хотите использовать просто прямую ссылку, то есть в виде URL, тогда копируйте ее. Вторая форма, если вы хотите послать на страничку описание, скажем, книги, то есть в наш ЭБС через URL, и третье, если вы сразу просмотр, то есть объект будет виден, карта будет видна сразу на вашей страничке курса. Вот, как это добавляется в Moodle, вот, режим редактирования, создания онлайн курса, добавляйте, добавить элемент или ресурс, нажимаете, выбираете там форму, базовую у нас форму книжки, и вам выходят вот с несколькими полями, вот здесь вот надо нажать на здесь я не отметил вот эта кнопочка в левом верхнем углу, где всякие виды вставки вам расшифровывать, виды вставки, вот и выбирая вставку HTML, потому что это код чисто рабочий HTML, вы этот код можете вставить на любой интернет сайт, на любую интернет страничку, ну а в Moodle, поскольку тут уже все готово, надо именно набрать, выбрать вот это место, где можно вставить HTML код, вот он здесь отмечен, ну и вставляете, вот видите, у вас в курсе появилось изображение лицензированное с нашего сайта, автор получает от этого свои роялти, что очень важно, если вам нужно отобразить ссылку, то, соответственно, да, вид вставки, а если вам нужно загрузить файл, то вы, сохранив эту карту или изображение на своем компьютере, дальше уже работаете как с файлом со своего компьютера, в общем, много различных способов и путей, таким образом можно любой объект переместить в нашей EBS кроме теста. Теста это очень сложный такой комплексный продукт и для него существует свой порядок экспорта. Вот Moodle использует формат gift и вам надо экспортировать вот этот из нашей EBS именно этот формат. Это уже происходит через личный кабинет, заходите и только со своим контентом, заходите в личный кабинет, открываете тесты, открываете вот эту форму редактирования и опцию экспорт. Экспортируете, загружаете дальше эти файлики в Moodle. Так экспортируются тесты. Вот так что вот этот механизм работы песочницы, который больше ни у кого, ни у каких EBS нет, и он дает возможность прямого лицензирования контента из нашей платформы в вашу. Но есть еще один путь более проторенный и более часто всеми использованием с помощью плагина в Moodle. И уже вот плагин EBS он есть во всех EBS, все EBS его, насколько я знаю, предоставляют. Вот как это происходит. Ну, во-первых, инструкция есть у нас вот здесь вот объясняется документация и здесь требуется скачать этот плагин и установить в своем Moodle. Вот вся информация на нашей страничке изложена. Значит, скачиваете плагин, устанавливаете. Установили, увидели в своей системе, если надо, настроили. Ну, а дальше добавить элементы или ресурсы. Уже наше EBS работает здесь как интегрированный с вашим Moodle. Единственное, что в этом случае можно добавить, добавлять только книги. Вот эти книги можно искать в поиске изданий, да, или прямо в Moodle, не выходя из Moodle, или там наше EBS. Вот дальше в Moodle, если вы нашли какую-то книгу, нажимаете добавить книгу из EBS, и вот так она будет у вас представлена в вашем курсе. Вот, ну, это еще более простой, элементарный курс, он удобен тем, что вы можете работать с разными EBS, не выходя из Moodle. Вот. Ну, что ж, вот, по сути дела, я и изложил, наш мастер-класс здесь был довольно короткий, просто изложение возможностей, вот, я думаю, что нам надо, конечно, более тщательно проводить здесь мастер-классы, чтобы вы там постепенно осваивали, потому что у нас очень много контента, ну, 150 тысяч книг, в которых много иллюстраций, много элементов, которые действительно могут сделать ваш курс более профессиональным. Ну, а самое главное, мы можем и помочь в этом, да, если вы создаете некую рыбу и форму, но это, конечно, будет очень полупрофессионально, то мы готовы как услугу, предлагаем как услугу дооформить ваш курс и сделать его уже с более профессиональным дизайном, то есть придать ему как раз вот форму публикации индустриальную, что я назвал эту форму. Вот, мы вообще верим, что в этом направлении и будет развиваться рынок онлайн-контента, пока таких эпизодов очень немного, ну, например, Юрайт такое делает, но он делает только такое со своими собственными курсами, то есть он создает онлайн-курс собственных учебных пособий, а вот авторские онлайн-курсы это пока еще очень такая непрозрачная ситуация, то есть здесь еще не сформированы профессиональные индустриальные стандарты вот я думаю ничего тут альтернативы нет, все будем постепенно учиться, ну, как я еще раз повторяю, время-то достаточно много, потому что мы только в начале этого пути, вот, на этом завершаю свой вебинар, вот, приглашаю вас участвовать в наших конкурсах публикации, сейчас идет конкурс монографий, присылайте свои заявки, так, ну, и вопросы, если есть, вопросов нет, ну, хорошо, надеюсь, вопросы останутся у тех, кто заинтересовался, кто от Ани, не нашла песочницу по подписке у нас, еще раз повторяю, у преподавателя есть, открывается, если у вас аккаунт доступ преподавателя, то у вас он в сервисах должен появляться, вот, у студента нету его, потому что студент не может вот этим контентом работать, у преподавателя есть, поэтому вы должны, прежде всего, как преподаватель и, соответственно, автор авторизоваться в нашей системе. Ну, если вот у вас действительно проблемы, то пишите в нашу техподдержку, сейчас я предупрежу, будем ловить, и там прямо разберутся с вашим случаем, очень тревожно, если действительно может такое случиться. Все, будем с вами на связи. Ну, что ж, спасибо, коллеги, всего доброго. Кстати, Николаевич, стоп, пока не исчезайте, было пара вопросов от Юли, если я не ошибаюсь, да, от Юли. Чтобы вам не листать, я зачитаю. В первом пункте непонятно, почему учитель не может и не должен создавать то, чему учат. Почему учитель не может и не должен создавать то, чему учат? Ну, это, наверное, онлайн-курсов. Я не помню, к какому слайду относится. Нет, имеется в виду, если это вот о том, то он не может создавать вот этот индустриальный контент, на котором учатся, да, ну, преподаватель не может создать книгу, он не может создать публикацию, он, конечно, пишет эту публикацию, да, но вот форму, ту форму, которая публично признана, которая выходит на рынок, публичный рынок научных публикаций, его должны создавать профессионально те организации учреждений, которые этому удостоверены, то есть издательство там и прочее. Вот в этом смысле. Поэтому то, что сейчас сами преподаватели создают онлайн-курс, ну, конечно, они могут это делать и должны даже пусть делают, я ведь я ради этого провел вебинар, вот, но ясно, что это вот не та форма, которая является публичной индустриальной формой обучения, да, такая форма должна обязательно пройти общественную экспертизу в виде некой институции, как издательство, вот в этом смысле, некую авторизацию, проверку, удостоверение экспертно-издательского вот этого процесса, вот в этом смысле. Вот так, что, конечно, учить это очень и лучше. И еще один вопрос, у меня было правильно ли я понимаю, что если я студент вуза, я могу на базе вашей библиотеки проводить вебинары на интересные темы, я бы проводила по психологии. Конечно, и вебинары, онлайн-курсы на нашей площадке, вот, но для вебинаров надо обращаться к Татьяне Телегиной, к Павлу Юрьевичу Калиникову, но можно и ко мне, да, можно и ко мне. Да, они вам оценят и расскажут, потому что любое издательство и вот эта институция, это фильтр, да, туда не может пройти все, все, кто хотят, да, туда должны пройти те, кто профессионалы, которые действительно всем интересны и должно это быть в форме действительно качественной, достойной, интересной. Ну, если, если есть предложение, вы пишите, мы уже рассмотрим, предложим и вопрос отрешим. Если есть чем поделиться. Да. Гульдана Кажахметова спрашивает, так, при создании курса на вашей платформе оболочка будет ваша, а содержание, если я написала, я этот текст смогу загрузить со своего компьютера. Ну, конечно, да. Если этот текст будет переработан вашей платформой и выдать готовый с дизайном онлайн курс. Ну, не совсем. Ну, смотрите, во-первых, на своей платформе моду вы, конечно, разные источники используете, и наш, если от нас закачиваете, пожалуйста, и свои тексты, и там другие объекты, то есть вы создаете такой компилитивный курс, как это и положено, из разных источников. Вот. А дальше, да, это уже как услуга, которую я вам озвучил, что этот текст, то есть онлайн, будет переработан нами, не то, что платформой, а именно нашим издательством, и переработан, да, в готовый дизайном, там, проверкой, но, подчеркиваю, это все-таки услуга, это работа дополнительная самостоятельно, если вам хочется этого, обращайтесь, и мы с вами обсудим. То есть это такие же условия, как публикация книги, да, обращайтесь на каких-то условиях, мы это оформим, сделаем дизайн и так далее. И вопрос про авторские права. Да, и авторские права, ну, как правило, будет за автором, да, ну, тут, смотря, какие вот разделения труда, если мы просто оформим как услугу за деньги, то, конечно, за автором, да, если мы будем создавать как совместный продукт, то там уже на каких-то совместных условиях. Ну, это уже обсуждается индивидуально. Да. Хорошо, спасибо. Так, вроде вопросов больше нет, большое спасибо, Константин Николаевич. Да, все, большое спасибо всем, кто был. Все. Так, а вот еще тут, 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 я студентка, при регистрации надо указать, что я преподаватель. не пустит. Ну, да, тут у нас преподаватель удостоверяет библиотека как корневой пользователь. Если вы не преподаватель, то вряд ли вас удостоверит. Вы можете вот прийти к библиотеку корневому пользователю там и обсудить, как, может быть, от имени библиотеки вам дадут доступ. Тут уже, да, преподаватели только это. Ну, что ж, все, спасибо большое, коллеги. Большое спасибо, Константин Николаевич. Мы вас тогда отпускаем. Если какие-то вопросы будут, передадим. Спасибо.